Друзья, всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Я начинаю новый влог и начинаю его с кухни. Мы сегодня будем готовить вот такие котлетки, галетки или, не знаю, называйте как хотите, из киноа и овощей. Нашла рецепт и решили с Сашей мы приготовить. Он очень любит готовить, участвует всегда с удовольствием на кухне. И давайте посмотрим сам рецепт. Рецепт очень простой. Нужен один большой кабачок или два маленьких, морковь одна. Все это натираем на терке. Киноа уже отваренная, 125 грамм. Нужно все это будет смешать. Предварительно можно овощи немножко отжать, чтобы было не так много сока. Также вам потребуется немножко один чеснок, один зубчик чеснока, одно яйцо. Мы с Сашей делаем на две порции, поэтому умножайте все на два. специи, ореган, то, что у вас есть, паприка, добавляйте по вкусу, соль, перец. Здесь уже можете добавить травы, все, что вы любите. Нет никаких запретов, потому что такие галеты можно делать из всего. Если у вас нет киноа, можно сделать из гречки, можно сделать из пшенки. В общем, делайте из того, что вам захочется. И также обязательно панировочные сухарики, потому что, чтобы котлетки держали форму. 50 граммов, если вы делаете на одну порцию. Все это просто-напросто мы перемешиваем. Все это очень-очень просто. перемешали хорошенько. Хочу сказать, что не делайте их слишком толстенькими, потому что они прожариваются как бы дольше, да, чуть-чуть в духовке. В духовке нужно держать, сейчас я вам скажу, при 180 градусах 20 минут. Потом получаются вот такие галетики. У нас получились более толстенькие, на утро. Можно подавать с соусом из йогурта. Можно просто так, как вот именно, как гарнир. Можно на завтрак. Я попробовала, очень мне понравилось, с удовольствием буду делать. Надеюсь, что рецепт вам понравился. Напишу еще в инфобоксе. На перекус у меня ягода. Те, кто смотрит меня постоянно и следит за мной в инстаграме, то знают, что сейчас я привожу себя в форму. Именно в инстаграме я расписываю все порции, сколько калорий за день я съедаю. У меня колораж 1200-1300. Каким спортом я занимаюсь? Я достала свой гриль. У меня Тифаль. Покупала его несколько лет назад. Совсем небольшой, но очень удобный для того, чтобы вот, например, разогреть такие утром котлетки. Они получаются хрустящими. Съемные панели. Хочу найти еще, если есть такая возможность, панели типа, чтобы готовить яичницу или делать вафли. Не знаю, сейчас запишу видео и обязательно посмотрю в интернете. Очень удобная вещь. Снимается, моется спокойно даже в посудомоечной машинке. Вот такие весы. Чтобы знать колораж, я, конечно же, взвешиваю все. Важно тратить то, что ты съедаешь. Тогда начинается, не хочу употреблять это слово похудение, но приведение себя в форму. Если вы не тратите то, что вы съедаете, вы останетесь в том же весе. Никаких секретов нет. Если будете переедать, то будете поправляться. Поэтому в этом видео и в других видео, возможно, вас будет интересовать, напишите. Я вам буду показывать тарелочки. Это мой завтрак. Все калории я расписала в инстаграме. Там есть папка Санте и Форм. Там все калории, все, что я ем. Так что заглядывайте. Кто-то меня спросил про яичницу. Я ответила. И если у вас есть какие-то другие вопросы, то задавайте. Яйца я не ем каждый день. Я считаю, что это не есть полезно. Но два-три раза в неделю я себе, конечно же, позвоню. Три раза это вполне нормально. Вот сейчас я вам показываю. Я разогрела на гриле котлетки. Получилось очень вкусно. С удовольствием мы их едим всей семьей. И на самом деле они хорошо хранятся в холодильнике. Их можно даже наделать и заморозить. Ничего страшного, если у вас нет времени. И потом просто на гриль без всякого масла, без всего. Я закрываю, разогреваю. И все. Этот гриль я покупала совершенно недорого. И он достаточно удобный. Особенно если нужно разогреть бутерброд, лаваш или что-то другое. Про кенуа я написала кенуа. Написала в инстаграме также пост. Можете почитать. А это уже другой завтрак. Здесь салат, шампиньоны, де пари, помидорки. И вот такой салат я покупаю всегда и добавляю. После завтрака мы с вами пойдем на рынок. Конечно же, зайдем на книжную полку. Я принесла книги, которые хочу, уже прочитала, полистала, хочу отдать. И нашла вот такую красоту. Подробнее потом покажу вам. Смотрю, что за новинки. Стало больше новинок. Люди приносят. То есть обмениваются. Это замечательно. Одно время совершенно опустили полки и не было ничего. Поэтому я обязательно раз в неделю приношу книги, которые прочитала, которые не хочу сохранять. То есть хочу поделиться, чтобы другие тоже читали. Это классная система обмена. Можно найти интересные очень книги и лучше, чем покупать. Конечно же, когда приношу домой, дезинфицирую и все. Сейчас мы прогуляемся по рынку. Мне нужно купить кое-каких овощей. На рынке они всегда свежие. Конечно, цены на рынке дороже, чем в супермаркете. Кое-что мы потом еще докупим в супермаркете. Потому что сегодня я на ужин хочу сварить суп-пюре. Я очень люблю суп-пюре. И муж у меня готовит рататуй. Ну, то есть это такая типа солянки, если хотите овощной рагу, кто как называет. Вот как раз сейчас я вам покажу тарелочку. Это был у меня салат и овощной рагу с курицей, который приготовил мне муж. На рынке я зашла на развалы и нашла для мужа вот такую классную рубаху. Мне нравится расцветка. Это Бальман. И не было этикетки, но я сразу вижу, что рубашка новая. Ее никто не носил. Нужно проверять воротничок. Если он жесткий, хорошо держит форму. Если нет никаких потертостей на воротничке и на манжетах, то явно рубашка была просто куплена. И ее никто не носил. Новая. Поэтому купила ему рубашку. Можно, конечно же, обыгрывать не только ему, но и мне в аутфитах, в нарядах. Почему нет? Сейчас многие берут вещи из мужского гардероба и покупают в мужских отделах. А для себя я купила, я думала, что это ночная рубашка. Я люблю длинные шелковые сатиновые ночные рубашки типа платья в белевом стиле. Но, как оказалось, это платье, потому что сбоку идет замочек. Также есть несколько украшений по горлушку. Это известная французская, французский бренд. И я с удовольствием его купила. Большевато мне, но можно все-таки обыграть. Я думаю, с каким-то кардиганом связанным, крупные вязки или с жакетом, с сандалями или, возможно, с кроссовочками. Будет смотреться шикарно. И все это я стираю на руках. А это такая нижняя рубашка стрейч. Редко попадаются такие модели. Можно купить в магазинах, но мне попалась новая с этикеткой. Я под платье всегда надеваю что-то такое, вот такое нижнее белье, потому что тогда платье не прилипает, держит форму. В общем, я с удовольствием купила вот именно такую рубашку. А еще мне попалось пальто стеганое. Посмотрите, какое красивое. No name. То есть не было никаких опознавательных знаков. То есть этикетки совершенно не было. Но оно в отличном состоянии. К сожалению, я думаю, что был утерян ремень. Мне нужно подумать, что я буду делать. Оно мне отлично. Это в размере М. Тонкая, стеганая, современная. И будет смотреться на весну просто замечательно. Поэтому я с удовольствием забрала. И нужно мне придумать застежку. Возможно, буду носить так. Потому что я люблю, когда вещи верхние не застегиваются. Что думаете? Я померила. И считаю, что это будет очень удобно. У меня есть практически такое же, но без рукава. Без рукавка. Пальто без рукавка стеганое. Очень-очень удобное. Всегда покупаю косметички. Если нахожу классные брендовые косметички, особенно в отличном новом состоянии, объемные, покупаю. Сейчас скоро будут сезоны поездок. И такие вещи всегда нужны. Попалась мне Герлен новая и от Диор. Объемные. Они, конечно, очень часто прилагаются к косметике, парфюмерии как подарок. И просто-напросто француженки не пользуются и отдают их. Также в бутике Винтаж Бай Светлана будет очень много украшений, стильных, красивых. Так что заглядывайте. Очень много находок. Все не успеваю просто-напросто показывать. Поэтому напоминаю вам здесь и на канале Винтаж из Парижа, чтобы вы захотели, заходили любители винтажных и ретро украшений. А совсем недавно для дома мне попался вот такой абажур. У меня была уже ножка, лампа, вот такая ножка винтажная, но не было абажура. Я искала, чтобы был идеальный размер и был идеальный цвет. И мне попался вот такой в отличном состоянии, с удовольствием купила. На рынке я взяла книгу. Это не просто книга, это какой-то шедевр. Мария Антуанетта. Давно хотела почитать. С удовольствием почитаю, потом с вами поделюсь. Меня просят почаще, побольше останавливаться на обзоре книг. Но, к сожалению, я охладела, потому что как-то я вам начинала делать обзоры книг, и просмотры на них были совершенно никакие. Буду для любителей, конечно же, показывать, но книга на самом деле требует внимания. Посмотрите, как она оформлена, какой шрифт. Это произведение искусства. С удовольствием буду читать, делиться. Я люблю исторические произведения. Напишите, кто читал Марии Антуанетту. Мечтала посмотреть фильм, пока еще не посмотрела. Но обязательно, как только выдастся время, посмотрю. В общем, взяла эту книгу. Будет в моей коллекции. И также книгу Гиома Мюсо. Это Жон Фи. Так, не вижу через камеру. В общем, известный французский писатель молодой, который практически одного года со мной родился в Антибах. Люблю его произведения необычные, но очень-очень захватывающие. И вот такая книга, не знаю, не знаю такого автора, совершенно новая. 22 евро в магазине стоило. Видно, что даже никто ее не читал, потому что все-таки, когда книги читают, то странички уже не идеальные. Здесь просто все идеально. Видно, купили и не стали читать. Ну, я почитаю. А сейчас мы с вами пойдем в магазин. Я не все нашла на рынке, поэтому нужно кое-что докупить из овощей. И будем готовить с вами суп. Ну, перед тем, как готовить суп, мы с вами еще заедем в комиссионный магазин. Я не буду здесь показывать весь, конечно же, обзор, потому что я сняла для винтаж из Парижа. У Саши опять в школе проблемы. То есть, то один, то другой учитель на больничном. То дети ковидом болеют, то учителя. Да, поэтому некому замещать. Он дома со мной. И мы с ним. Я беру его в комиссионке. Он мне помогает. Конечно, не на весь день, но все-таки нужно как-то его занимать. И потом очень много уроков нужно заниматься, делать с ним уроки. Но все-таки, если кого-то интересуют вот такие обзоры из комиссионных магазинов, то обязательно заглядывайте. Много очень красивого, много красоты. Я знаю, что мне пишут, что не хватает таких обзоров. Я думаю, что именно там просто вы напросто зайдете и посмотрите, и увидите все, что вам понравится. А сейчас мы с вами будем готовить суп. Я купила морковь, я купила кабачки, салаты взяла, капусту. Называть ли вам цены или нет, не знаю, напишите. Если хотите, чтобы я называла, то я обязательно сделаю видео обзор с ценами. Морковка стоила 99 центов. Буду называть в граммах. Сейчас мы все это нашинкуем и будем готовить в нашем аппарате мулинекс эндеко. Суповарка вот такая моя любимая, которая готовит суп-пюре за 20 минут. Вот Саша мне помогает, он очень любит. Он мне помогал делать галеты, еще и себе морковки почистить. Как заставить детей есть овощи. Никак не заставлять, просто чтобы они вам помогали на кухне и сам будет пробовать все овощи. Вот такой у нас получился наваристый суп-пюре овощной. И я всегда храню вот таких супницах винтажных. Я нашла одну, которая идеально помещается в мой холодильник. Классного размера и формы. И в ней суп хранится долго. И мы с удовольствием ее используем. Вот такой у нас суп на ужин получился. На следующее утро мои мальчики уехали на гольф, а я иду на пробежку. Я стараюсь проходить 10 тысяч шагов в день. Не всегда получается. Иногда 8, иногда 9. Но стараюсь все-таки. Поэтому сегодня солнечный день. Завтра обещали весь день дождь. Выбираюсь сегодня. Сегодня оставляю все дела недоделанными и иду на пробежку. Посмотрите, какой красивый домик. Это заряжает тебя энергией на весь день с утра. Нам так в регионе не хватает солнца, поэтому солнечные лучи мы просто хватаем. Мы за них держимся и не отпускаем каждый день. И сегодня было достаточно много народу, потому что пошла я где-то уже в 10-11. Обычно с мужем мы ходим рано утром. Пришла и приготовила себе салат. Мальчишки будут обедать вдвоем, мужчина с мужчиной. А у меня зеленый салат, авокадо, 100 грамм креветок и грейпфрут. Это получается очень вкусно, полезно. Всю калорийность прописала в инстаграме, так что заглядывайте. Перед едой выпиваю стакан теплой воды, иногда два, чуть-чуть с лимоном. И поджариваю себе хлеб без глютена. Вот такое видео получилось, мои хорошие. Надеюсь, что оно вам понравилось. Спасибо за комментарии, за подписку, за лайки. Увидимся очень скоро. Ваша Светлана Франция с любовью. Всем пока!